ДОБРЫЙ ВЕЧЕР! 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 Мы работаем более профессионально Мы используем разную аппаратуру И старые аналоговые синтезаторы И все достижения науки и техники И софтовыми синтезаторами мы практически не пользуемся Мы работаем сейчас в программе Logic И используем только как секвенсор А если посоветовать из программ, на которых Именно только на одном компьютере делать музыку Я думаю, что на первое время Лучше программы Reason трудно найти Можно работать в программе, скажем, QBase, SX И использовать всевозможные виртуальные синтезаторы Семплеры Я думаю, вот такой путь неплохой В принципе, достаточно подъехать на горбуху И поговорить там с людьми, поспрашивать, что лучше Поскольку такие программы, как EJ и Fruity Loops Они все-таки, на мой взгляд Недостаточно... Пламенькие? Как бы, ну, профессиональные просто По своим возможностям, то есть в том же Reason, в том же QBase, SX Намного больше возможностей по всему По работе со звуком и так далее Тут тот же Reason, допустим, ну, как бы он даже Очень многие западные команды его используют по-любому И наши тоже радиотрансы А вы делали на ней? Нет, Дима просто, как бы, у нас немножко за большое количество работы Не у нас, скажу, у Димы Просто появились более профессиональные возможности Хотя, как бы, Reason отчасти тоже профессионально Ну, я бы не согласился насчет профессиональности Ну, на мой взгляд, вообще, вот на мой взгляд Именно на компьютерных программах, делая музыку только в одном компьютере Уровня профессионального звучания просто не достигнешь Ну да И никто в мире так не работает А если и работает, то все равно Там люди более высокого уровня, более высокого класса И у них получается качественный звук У нас, я, к сожалению, не слышал музыки, сделанной на одном компьютере Чтобы это действительно как-то было качественно сделано То есть я бы все-таки советовал развиваться Но, тем не менее, вот если делать на компьютере То я бы советовал тот же Reason, вот QBS SX, там, всевозможные плагины А, очень неплохой, очень неплохой такой синтезатор Он и синтезатор, как рабочая станция, реактор Вот последняя версия Я все эти программы ставлю себе на компьютер С ними балуюсь Там что-то, иногда даже чуть-чуть что-то там из этого использую Но, в принципе, так, для познавательных целей А с Олегом мы как работаем Олег, у него дома тоже есть компьютер Он делает какие-то заготовки домашние, болванки на Reason То есть примерно показываю, грубо говоря, то, что я примерно представляю Нам проще так общаться Просто на записи показываю Диму Диме мы уже начинаем делать это более... Ну да, то есть, в принципе, на Reason можно довольно-таки быстро Какие-то свои мысли хотя бы отобразить Высказать, высказать Да, и мы на основе этого потом перерабатываем Дима, а что делать, если вот такая ситуация Музыкант непрофессиональный поймал клевую мелодию Мелодия красивая на самом деле Ну так, мелодия это и есть Это первичность То есть мелодия первичная И она понравилась каким-нибудь серьезным продюсерам, которые хотели бы ее издать Но она непрофессионально саранжированная Серьезный продюсер занимается тем, чтобы она была профессионально саранжирована Нет, все очень просто, все начинается с мелодии Если есть профессиональная какая-то именно мелодия А мелодия, она вечна Скажем, песня Yes Today Леннона Она будет всегда И через 200 лет она будет песней Yes Today Вот, я думаю, что просто Если продюсеры заинтересуются Они найдут и студии возможности Все это дело записать Поэтому это не проблема Главное, чтобы была мелодия И все А вот если у меня есть мелодия, я могу потом там на синтезаторе переделать Ну, конечно Мелодия это мелодия, это музыка Это все Вот она есть и есть Другое дело, что если есть какая-то просто, скажем, аранжировка Просто состоящая из какого-то, ну там, барабаны, бас и так далее То есть, в принципе, это не так сложно сделать И никого сейчас этим не удивишь А если есть конкретно мелодия, какая-то красивая Хоть на пианино сыгранную, хоть на гитаре Из нее всегда можно потом что-то сделать То есть, скажем Вот До этого звонил человек Он спрашивал По-моему, Игорь звонил, да? Он спрашивал про наши старые песни Вот Песня «Простые слова» Она была сделана в 90-м году И до сих пор она очень актуальна И, в принципе, вот мы сейчас хотим на нее сделать ремикс И Она будет точно такой же актуальной песней Поскольку вот музыка, особенно если есть слова То есть, сама песня, она никуда не исчезает А вы делали ремиксы на старые песни? На свои старые песни? Нет, ну вообще такие Ну, в 80-х там, любой группы Ну, в 80-х нет, но собираюсь сделать Последнее, что было Это как бы некий там совместный такой проект был Его крутят сейчас по радиоэнергии Называется «Мегабум» Там был ремикс «Иностранные танцы» Романа Рябцева Как бы там не совсем Я делал Я делал совместно с диджеем Максом И там еще один человек принимал участие В принципе, ну Композиция как раз 90-х годов И мы хотим продолжать вот этот проект И там как раз будут песни из 80-х Мы хотим А диджей Макс, это челкский кекс, по-моему, тоже, да? Кстати, да Видите, все в одну точку Все сходится сюда Я бы ему посоветовал до данного момента аробики заняться А как вы вообще вот эти вот старые песни нарезаете? Или как вы делаете микс из них? Дима, я тебя предупреждал Я не очень понял вопрос просто Ну, вот там же в песне слова И все время одна и та же музыка А вы там же добавляете чего-то? Чего-то вырезаете? Или как? Ну, во-первых, мы пока не делали Но есть разные варианты Ну, если делать Ну, технически вас интересует Ну, видимо, там убираются низкие частоты Обрезается, обрезается вверх, наверное Подгоняется по ритму Это если берется пуском фонограмма Ну, это, конечно, делать не очень просто То есть там надо подчищать Надо найти качественный исходный материал И с ним работать В принципе Ну, пока там, скажем, конечного результата не было То есть я знаю, как это делается, но пока не делал У меня был такой вариант Я отказался делать тогда Предложили сделать два ремикса На группу всем известную Королю Шут Причем на первых альбом И не было никаких исходных материалов Ни голоса отдельно Ни партии гитар Ничего Нужно было сделать на то, что есть То есть прямо на готовую фонограмму Вот А дело в том, что они, ребята, такие панки по жизни И понятие там чисто петь Там играть и так далее Так у них это У них главное, чтобы был драйв Тем более первый альбом был Потом у них там все более-менее качественно стало И там совершенно все неровно У них было сыграно И я попробовал-попробовал что-то поделать И понял, что хорошо не получится Я отказался от этой работы И ремиксы не вышли И потом я думаю, что группа Короли Шут В общем-то и особо не нуждается В каких-то там ни было ремиксах На свои произведения У них и так все нормально Кстати, кто-то написал 7.22 на атмосферу В клуб Фабрик Ну, возможно, мы там тоже Дим, кстати, почему у вас Стало мало видно На разных интересных тусовках Где собираются практически все старики Друзья, все диджеи Почему перестали посещать клубы? Ну, потому что нет времени на самом деле Как бы и Дима постоянно работает В загрузок Время раз, а потом, ты знаешь Нам как-то стало тяжело За 15 лет работы Для нас посещение клуба Это всегда выступление И когда... Нет, ну а общение Чтобы мозги как бы проветрить, грубо говоря Наполнится какой-то информацией Я могу сказать, что сейчас мы стали больше Появляться в клубах Последний раз я вас видел в Роксе Нет, после этого Опять же на выступление Вот написано Вот 9 мая Infinity Привет, парни Спасибо за диск 9 мая Щелковские зрители Какой же у вас плохой монитор здесь Ничего не видно С моим зрением Привет, парни Спасибо за диск Подаренный 9 мая Возле Infinity Вы лучшие Макс, 6 центов За говорящий смс Привет, Макс Спасибо большое Да, что ты был в Infinity Кстати Мы считаем, что Очень неплохо прошло мероприятие Нам очень понравилось И мы старались От себя Все, кто был в Infinity Пишите На самом деле был сильный концерт Что-что? Сильный был концерт Группы Arrival А у нас в эфире звонок Дим, давай послушаем Алло 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 Да-да, мы слушаем вас Привет, ребята Это как раз я вам сообщение послал Понятно Спасибо Вот Спасибо за диск Я как понял, что это будет спорник, да, какой-то Который вот вы мне дали диск Да, кстати О, как здорово, что вы позвонили Никому не давайте этот диск Он уже разошелся Я совершенно случайно Да, кстати Я совершенно случайно ошибся просто И вместо диска с нашей новой песней Случайно дал вот этот диск Да Просто они выглядели одинаково Это как раз, да, будет сборник Я про него еще не говорил Это сборник как раз российской синти-поп-музыки Такой электро-техно-поп-музыки Вот И там как раз все, в общем-то, звезды этого стиля То есть мы, группа технология Там будет песня Александра Якулева Группа Био Молодые ребята Там группа модуль, группа движения То есть там все-все представители этого стиля Вот Ну, кстати, тот диск же у тебя Там будут еще некие изменения Но пока, пожалуйста, вот слушай его сам Ну ладно Хорошо, спасибо Спасибо Давайте, пока Счастливо Доброй ночи Я знаю, что Дим заметил Ну как, я общаюсь тоже с народом Тот, кто пытается что-то записать И все пытаются вернуться как бы назад Крафтверк Крафтверк Группа Кстати, кстати, кстати Все Все на конце Все на Крафтверк Ребята, если вы хотите понять, откуда началась электронная музыка Танцевальная Откуда ноги растут у того же Дипешмода И так далее И так далее Крафтверк Это просто Это отцы Отцы Отцы, да Откуда-то пошел фон у нас такой сильный очень И все сильнее и сильнее Этот фон пошел Откуда он А я хочу сказать, что у нас через 5 минут перерыв Ровно на 7 минут эфира На даме будет пролетать спутник С которым будут связаться наши доблестные войска Круто Мы уже прячемся Мы прячемся Бомбить не будут Через 5 минут нет Будет передаваться секретная информация Которая никто не услышит, не увидит Ну а мы передаем привет той части Которая нас постоянно отрубает Мы понимаем, что защита Родины Это самое главное Мы вспоминуемся Давайте веселиться Дима, на самом деле, видишь Мне кажется, благодаря Благодаря, может, даже нашей программе Народ из-под Москвы Стал все-таки двигаться И благодаря тем промоутерам Кто привозит Этих людей в Москву Имеют тоже Крафтверк Есть такое сообщение Мне сегодня позвонил мой друг Сказал, что Фьючер Саунду пломнет Завтра уступает Даже я не знал Представляете Мы об этом тоже не знаем Это очень здорово Я уже сам отставил от информации Мозги и пухнули И мы, конечно, стараемся Делать все, чтобы люди узнали На самом деле Сегодня на улице Складочный, дом 1 В арт-хаусе Работает Дэнни Хэвелл Сэймедицин Эйт Это тоже довольно-таки Известные личности И если вы хотите поехать Просто в складочный дом 1 Сегодня там будет Мощное движение Оно уже идет И мы, наверное, сейчас Тоже туда поедем Немного поснимаем В эфире программа Элементарное радио У нас звонок Давайте У нас еще осталось Четыре минуты Попробуем вложиться В звонок А то оно придется Ворваться Все Алло Алло Да Здравствуйте Алло По-моему, сорвался Дело в том, что многие звонят С этого телефона И просто не выдерживают Ну, а я хочу сказать Сейчас мы смотрим Клип 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 Крафтверк Один из самых первых клипов Классно И после него мы выходим В запрет На 7 минут ровно Не переключайтесь В эфире программа Элементарное радио Наши гости Проекта Райвел Добрый вечер Добрый вечер И вот, наконец, пока Спутники выразили Просторы нашей Родины Мы немного Передохнули И напоминаю Наши гости Наши друзья Группа Райвел И Звоните, звоните Задавайте вопросы Потому что Такие гости Не каждый день бывают Хотя программа наша Один раз в неделю И Я думаю Я еще напомню Что мы сейчас Дима во время перерыва Разговаривали И на самом деле Мы пришли к тому Что Концерты у нас В эфире Будут живые Это чуть-чуть Это, наверное, будет Где-то в июне происходить В середине или в конце Я не знаю Нам надо к этому подготовиться Я думаю Чуть-чуть попозже Поскольку нам тоже Надо подготовиться Мы привезем Много аппаратуры И постараемся Сделать действительно Живой звук Вот И так далее Чтобы все это было Интересно И нам И телезрителям А, потанцовка Девчонок Будет много Я думаю Что это будет Происходить Даже на улице Во дворе Телерадиокомпании Отлично Как раз будет Тепло Можно там Да, это здорово Маляк будет петь Живой шашлычок Давайте поговорим С нашими зрителями Трампсеры соединяйтесь Трампсеры соединяйтесь Алло Алло Кип-хопа не будет Привет Я бы хотела передать привет Можно? Да, конечно Вы для этого здесь Ой-ой-ой Боку, Диме Хирургу Кате Возьминой Вот Потом Ири Хитрова Свети Нереченой Ну и всем В принципе Своим друзьям Всем прайзенским Вот И хотел бы Сказать Клип о зон Что хотел сказать? Клип о зон Клип? Мистер Ози Что ли? Ну да-да-да Ах, да Прикольный, кстати Клип Где там этот Человечек? Ну да-да Человечек Да, мы бы тоже Сразу посмотрели Я, правда, не знаю Насколько Сейчас программа По заказам Мы, в общем-то Вот в гостях Мистер Ози? Ози, да Это с сосиской Такой клип, да? С человечком, да Человечек с сосиской У меня сейчас Его просто нету Он в архиве Я не могу сейчас Его вытащить Но я сейчас Вытащу, допустим Чуть попозже Давайте Клип Казантипа Это и Райвел Диджей Фонарь И солистка была Лика, насколько я помню Да, кстати Лика сейчас В Италии Она уже мамой стала Или нет? Я думаю, что уже стала Мы по интернету С ней списываемся Я думаю, она уже Должна стать мамой Поскольку она молчит Наверное, как раз Она уже сейчас Уже второй ребенок У нее Да нет, только первый У кого? У Лики мальчик Еще есть Мы сейчас про Лику Говорим, да У Лики второй ребенок Первый Артем Мальчику уже Уже лет 8 Девушка А хирург Хирург это кто? Это случайно Не тот хирург Ночной волк Который ночной волк Тот самый, да О, ну тогда Ему тоже привет Кстати, недавно Мне Пимя вот сказал Что он проводит Вечеринку С С байкерами Вот что удивительно Байкеры Они в основном Рок-музыку играют А тут Нет, почему Ну они, кстати, все время Подтягивались На Еще вот На перекладывание Что мы не так подумали Это праздники хирурга А, праздники хирурга Кстати, хирурга очень много Кстати, что касается Что касается Медицинской темы Вот мы недавно Практически на днях Снимали Концерты Валерия Дедюли Вот сегодня По российскому каналу Было интервью с ним С того же концерта И я познакомился С солистом Из Дедюли Дискарабика вышел Я познакомился С солистом Оказывается Это тоже врач Он занимается Желудочными болезнями И вот он все-таки Тоже любит музыку И поет Это ко мне То есть не к нему Ну на самом деле Кстати, диджей Спайдер Тоже работал на скорой помощи Медового врача Спайдер? Да Спайдер работал На рынке в Лужниках Вместе с диджеем Фишом Нет Спорим? Они продавали женский парфюм Это потом До этого он работал Медбратом на скорой помощи Мы ставим медбратом Пожалуйста У вас есть какой-нибудь Веселенький транс? Веселенький? Так, чтобы обхохочешься А мы сейчас послаем Какой-нибудь транс И будем смеяться Сейчас поставим Какой-нибудь транс Сейчас чуть поставим Поищем Девушка очень плохо слышна Я ее не слышу лично Девушка, отойди-ка подальше От телевизора У вас будет нам слышно хорошо Ну я на самом деле Далеко от телевизора В другую комнату Вот В другой комнате? Мы сейчас поставим Вот я про это уже рассказывал Ремикс на Романа Рябцева По-моему, очень весело Особенно Когда представитель Южноафриканской страны Читает рэп По-моему, обхохочек Давай поржем Вот сейчас Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далеко от телевизора Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далеко от телевизора Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я про клип, да И какого года он? Вообще, года 78-го, наверное Это самый первый клип Дело в том, что группа Крафтер и раньше эти ребята они были специалисты по аналоговой технике и работали на выставке они демонстрировали оборудование А потом образовалась группа насколько я это знаю Не совсем верной информации Вообще, там у них очень интересная тусовка была Нет, я просто смотрю как бы они нормально так отрываются А мы сейчас специально вам покажем потому что это один и да мы тоже обратили кстати внимание это один из первых клипов когда они еще такие совсем молодые были веселые и задорные а потом они стали более такие статичные более концептуальные я посмотрел чуть попозже какие можно я хочу передать привет всем любят как бы маши там горение меня понимают спасибо вам транспотинг транспотинг я вам нас лишь программу обязательно презентуют специально для любили специально для тех людей кто слушает мимо я специально для руслана сейчас поставлю крафтверка сейчас покажу кусочек выступления из англии к проходил очень много лет назад не они немецкие чисто чистые немцы но они россию любили уже тогда я твой слуга этого не переключать сейчас посмотрите один из лучших их нет клипов и кусочек из концерта посмотрим не давай я прям завелся честно говоря спасибо было приятно пообщаться